Принято считать, что сезон краж на приусадебных участках приходится на осенне-зимний период. Хозяева уезжают в город, возлагая надежды на не всегда крепкие замки и засовы. Именно в это время начинает расти число правонарушений, связанных с кражами на дачах и загородных домах. Причина такого обострения две – окончание уборки урожая и отсутствие хозяев в домовладениях. Дачные воры обычно уносят все, что могут вынести и что представляет хоть какую-то ценность. Однако, благодаря работе правоохранительных органов, сегодня ситуация в дачном царстве более благоприятна по сравнению с прошлым годом. Хотелось бы отметить, что в целом по области отмечается снижение количества регистренных краж на 15% по итогам полугодия первого. Но, несмотря на это общее снижение краж, у нас отмечен рост количества совершенных краж из садовых домиков и садовых участков. Если говорить цифрами, это с 50 в прошлом году до 72 в этом году. Несмотря на то, что лето, казалось бы, пора не совсем урожайно для дачных воров, все же прецеденты имеют место быть. В основном это происходит по вине самих хозяев. Находясь на даче, они не считают нужным закрывать дом, пока работают где-то поблизости, на участке или во дворе. Эта несмотрительность играет на руку нежеланным гостям. Часто через незакрытую дверь преступники заходят и берут то, что плохо лежит. Снизить количество дачных краж помогает целый комплекс мероприятий со стороны правоохранителей, направленных на профилактику преступлений в частых владениях. С 2008 года, согласно указу президента номер 50, члены садоводческих товариществ могут объединяться в добровольные дружины и патрулировать свою территорию. Для этого необходимо обратиться в местный сельсовет. Кроме этого, необходимо не забывать о элементарных мерах безопасности по сохранности вашего имущества. Это ни в коем случае не оставлять ключи в условном месте, уезжая с дачного участка проверять, все ли замки заперты, а также элементарные решетки на окнах. Хорошие замки спасут ваше имущество. Самая большая работа, которая проделывается, это агитационно-разъяснительная. Мы разъясняем и на собраниях членов садоводческих товариществ, и на выступлениях перед трудовыми коллективами, в школах, в средствах массовой информации, на сайте УВД о способах сохранности имущества на территории дачных участков. Кроме этого, сотрудниками милиции обследуются дачные участки на наличие причин и условий, способствующих совершению правонарушения, в том числе краж. Это такие выявляются нами нарушения, как отсутствие освещения, либо недостаточное освещение, несправность забора и так далее. Поэтому и при выявлении подобных нарушений нами вносятся представления на непредставке кооперативов словодческих о их устранении. Соблюдение этих простых правил – залог того, что ваша дача не станет жертвой грабежа. Сообщайте милицию информацию о подозрительных лицах, находящихся на территории дачного кооператива, обосновавшихся в пустующих домах. И помните, что раскрытие любого преступления – это процесс двусторонний, в котором помощь населения играет важную роль.